сильный метод индивидуального обучения python что это и как записаться так ребята для начала вы перейдете когда на эту страницу здесь есть видео за день она уже 28 человеком понравилось что это за видео в этой статье я рассказал суть своего метода и так очень много ребят которые довольно продолжительное время занимаются python либо начали только заниматься и в результате не добиваются двух вещей код не читают документацию не читают не получается что надо сделать чтобы получилось сначала рассмотрим что для начала надо просто начать этим заниматься то есть перестать бежать от исходного кода и документации на своем обучении ставлю три цели свободное чтение исходного кода свободное чтение документации и на основе исходного кода написание вашего личного кода с Да, это достижимо. Каким образом? Первое, что нужно изменить, подход и порядок. Очертим проблему. Как правило, большинство ребят стараются делать одно, второе, третье, то есть читают подряд, потом думают, изучают примеры. Потом уже начинают сомневаться и задают себе вопрос. А правильно ли я что-то делаю? Ответ очень прост. Правильно вы делаете, когда читаете исходный код. Если вы не читаете исходный код, значит, ваша система работы с кодом требует каких-то других действий. Когда вы посмотрите вот это видео, для того, чтобы посмотреть, перейдите spb-tut.ru, нажмите индивидуально. И здесь есть видео на YouTube и есть видео в ВКонтакте. В описании этого видео я тоже дам ссылки на эти видео. Но лучше перейти, почитать. Почему? Потому что здесь вы получите ответы. Как выбрать план? С чего начинается? Как проходит обучение? Чем ваш метод отличается от других видов обучения? Я буду добавлять эту страницу по ходу поступления вопросов. Если вы перебрали многие методы освоения языков, и у вас просто тает надежда, вы теряете энтузиазм, и кажется, что это нереально. Нереально будет в том случае, если вы продолжите заниматься так, как вы ранее занимаетесь. Но если вы поступите по моей системе, разделите. Мы выделим всего четыре категории со всех языков. Функция класса метод экземпляра. Для того, чтобы освоить эти вещи, надо примерно решить 400 вопросов. Это много. В том видео, которое я показывал, рассмотрены три вопроса. Три всего вопроса, но рассмотрены таким образом, что я добиваюсь, чтобы ученик это понял. То есть, что происходит? Он слышал это тысячу раз, видел, знал, а теперь понял. Именно это и есть секрет, почему люди пишут на разных языках. Вы знаете, что все эти вещи абсолютно одинаковы принципиально во всех языках программирования. Я имею в виду сейчас всеподобные языки. Всеподобными являются все современные языки, которые сегодня на слуху и занимают первые места. Мы работаем с разными языками программирования. Мы работаем с разными библиотеками. Если вы четко знаете, что вы хотите, то можно работать с веб, с мобильным направлением, с блокчейн и так далее. Скажите, кто из вас не слышал, что в языках программирования все объект? А сколько вы времени затратили, чтобы понять объект? Я думаю, для большинства из вас, ребят, объект это просто слово. То есть, вы сказали объект, давно забыли и ничего не поняли. А, например, в этом видео, которое я рассказывал, я работал больше месяца с парнем. И мне пришлось поставить примерно, это 6 занятий, 18 вопросов и период один месяц, чтобы добиться от него, чтобы он наконец-то понял, что такое объект, начал видеть объект документации, и ведь не важен ни сам, ни само, ни само ключевое слово, объект. А что мы под этим будем подразумевать для того, чтобы принять решение написания собственного кода? Попробуйте поработать по моей методике, и начнете читать код, начнете работать с документацией, начнете писать свой код с головой. Ну а пока, спб-ретут.ру, нажимаете индивидуально и спокойно получите ответы на интересующиеся вас вопросы. У вас появился вопрос, нажмите на почту и задайте его. Спасибо.